Радиоэхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Мнение и высказывание. Плюс 7, 9, 8, 5, 970, 45, 45. Пишите обязательно самые интересные вопросы. Я задам. Плюс, не забывайте, есть Twitter-аккаунт «Вызван». Мы его тоже читаем и тоже вопросы будем оттуда брать. Вот сегодня я смотрела на опрос Левада-центра относительно отношения россиян к Соединённым Штатам. Понятно, что события последних двух лет, они, конечно, как-то на общественное мнение влияют. Но цифры, конечно, удивительные. 71% респондентов опрошенных считают, что в современном мире США играют в целом отрицательную роль. Ну, просто для сравнения, всего два года назад, в 2013-м, таковых было 50%. Вот что удивляет. Ну, такое впечатление, что отношения так себе у нас примерно с половиной мира. Но почему-то именно США вот такое главное зло. Ну, потому что последние два года нам об этом рассказывает наша пропаганда. Вспомните, какое было отношение к украинцам и как оно изменилось за последние полтора года. Поэтому в этом я не вижу ничего удивительного. У нас просто так аудитория реагирует на ту картинку, которую транслирует зомби-ящик. Плюс ещё, надо здесь прекрасно понимать, я вот в детстве занимался профессионально спортом и играл за сборную Москвы по баскетболу. Когда мы приезжали в какой-либо регион, я ощущал, что москвичей очень не любят где-нибудь там в провинции. И в данном случае здесь ещё есть элемент зависти. Потому что есть компании, Apple, условно говоря, есть там разные мировые бренды, которые в Соединённых Штатах производятся. У нас нет ничего, и мы им проигрываем постоянно. Поэтому, конечно, вот это чувство зависти, в том числе, потому что всё-таки мы всегда считали, что живём в великой стране, но почему-то великая страна в последнее время любую конкуренцию проигрывает. И вот, я думаю, это тоже чувство, на котором паразитируют наши пропаганды. Ну, это какие-то противоречия друг другу, ведь установки. Либо мы верим тому, что нам показывают по телевизору, что там всё загнивает, и там всё очень плохо, там нет морали, нет никаких ценностей, и все друг друга предают. Либо мы завидуем успеху. Ну, я думаю, что здесь и то, и другое. Но при этом надо понимать, что, не думаю, что большинство россиян уверены в том, что там что-то загнивает. Ну, к сожалению, в последнее время наши интересы часто сталкиваются в геополитике, начиная с Украины, ну, по крайней мере, по мнению многих аналитиков, которых наши пропаганды транслируют в последнее время, теперь в Сирии и так далее. Поэтому большинство россиян складывается ощущение, что все наши беды как раз от того, что Америка Россию притесняет, наши интересы и так далее. То есть здесь я бы ничего такого удивительного не отметил бы, потому что когда-то и к Китаю относились россияне очень негативно. Вспомните, это было всего лишь два года назад. А я вот не помню такого, кстати. Вот посмотрите исследование Левадо-центра, и вы увидите за 12 или за 13, за 12, наверное, год. А к Китаю почему плохо относились? Ну, потому что было огромное количество телевизионных программ, где обсуждали, что вот Китай нас заселит, захватит наши ресурсы и так далее, что нам надо финансировать наши дальние регионы для того, чтобы противостоять Китаю. Поэтому была одна социология. Сейчас другая пропаганда, другая социология. Она обязательно когда-нибудь изменится. Я считаю, что вообще нам надо с Соединёнными Штатами развивать сотрудничество, партнёрство, потому что если мы хотим инвестировать в нашу экономику, то где мы будем брать деньги? В Китае вряд ли. Придётся брать только на Западе, как это и происходило даже и в советские времена. А там кто-то ещё готов за океаном с нами развивать сотрудничество? Ну, я думаю, на каких-то условиях, конечно, готов. Вот с сотрудничеством по Сирии, кстати, вышло так себе. Сегодня Сергей Лавров, глава МИД, уведомил общественность о том, что власти США отказались принять делегацию с Медведевым по Сирии. Нам было отвечено, говорит он, что делегацию направлять в Москву у них не получается, и принять делегацию в Вашингтоне не получается тоже, рассказал Сергей Лавров. А было бы это важно, потому что, ну, как-то, когда происходит операция в какой-либо стране, важно, чтобы одни военные понимали, что делают другие военные. Ну, я могу сказать, что недавно, например, тоже в Россию, в Москву приезжали высокопоставленные чиновники Евросоюза, которые хотели встретиться с руководством Государственной Думы, а им отказали. Поэтому это проблемы дипломатического сотрудничества между Россией, Евросоюзом, Западом, к сожалению. Но надо прекрасно понимать, что проблема нашей дипломатии заключается в том, что мы почему-то в мире пытаемся поддерживать каких-то, назовём так, политических пенсионеров, которые вот уже ждут своего выхода на пенсию. Мы пытаемся удержать ситуацию. А, например, Соединённые Штаты Америки и Запад, они делают ставки на перемены. И как раз они выиграют, потому что мы идём против развития, против прогресса, мы поддерживаем каких-то там людей, которые считаются своими, своих мы не сдаём. В результате мы не решаем проблемы в регионах, и дипломатические мы, и политические, и геополитические проигрываем. Вот, грубо говоря, Украина сделали ставку на одного Януковича, на коррумпированный режим. Сегодня что мы имеем? Мы имеем серьёзные проблемы фактически с нашим главным в прошлом союзником на постсоветском пространстве Украины. Теперь даже долететь, по-моему, 9 часов, насколько я понимаю. Ну, смотря как лететь, можно ездить, естественно, кудой конец в поезд. К чему это всё привело? Вместо того, чтобы развивать отношения, вот как, например, делают западные страны, у них многопартийные системы, у них развиты институты гражданского общества. Одни партии сотрудничают, например, социал-демократы сотрудничают с социал-демократами по всему миру, либералы с либералами и так далее. На всех уровнях выстраиваются нормальные отношения. И вне зависимости от того, кто приходит к власти, вне зависимости от этого, Запад всё равно сохраняет отношения при любом раскладе. У нас, к сожалению, сотрудничество с той же Украиной было на уровне лидеров, на уровне каких-то там коррумпированных структур. Всё, никакого сотрудничества. Даже сейчас. Вот я вхожу в группу дружбы, так называемое, межпарламентского сотрудничества России-США, и возглавляет депутат Бурматов. Вы как вы думаете, хоть раз за 4 года эта группа собиралась? Видимо, нет. Ни разу. Вообще ни разу, никаких контактов нет. Они что, не нужны нам, эти контакты? Они нам нужны. Мы знаем, кто придёт к власти в Соединённых Штатах Америки на президентских выборах? Выстраиваем отношения с кандидатами в президенты? Мы пытаемся сейчас выстраивать отношения с какими-то там политиками в Украине? Кто вообще об этом что слышал? Может быть, это как-то подковёрно происходит, не публично? Ну, так нельзя так подковёрно, потому что, если даже мы возьмём сегодняшнюю Украину, там огромное количество противоречий. Это у нас, например, президент решает всё изо всех. Там есть разные политические силы. Там парламент, там администрация президента, там политические партии. Они все конкурируют между собой. С кем мы там выстраиваем отношения? Ну, в ситуации Украины ведь тут ещё не хватит желаний одной стороны, потому что объективно там тоже, в общем, вряд ли кто-то сейчас хочет выстраивать отношения с Владимиром Путиным. А почему с Владимиром Путиным только? С Государственной Думой. С Государственной Думой. Я вас уверяю, что там есть депутаты, которые бы с удовольствием участвовали в каких-то дискуссиях и обсуждали хотя бы что-то. Тем более, там на этих противоречиях можно было бы играть. Но это должна быть тонкая, серьёзная дипломатия. Возвращаясь к истории с делегацией с Дмитрием Медведевым, мне просто кажется, что это немножко больше, чем дипломатия. Всё-таки не третьего советника посольства посылали, посылали премьер-министра. Это как-то обидно и унизительно. Нет, я разочарован, конечно, тем, что у нас нет никаких дипломатических сейчас контактов нормальных. Я считаю, что как раз их надо развивать. Здесь, может быть, все неправы. Но, собственно, а что у нас было в последнее время на российских телеканалах? Вспомните, что говорили там про политическое руководство в Соединённых Штатах Америки. Что это безрезультатно бы должно было закончиться? Мы прекрасно понимали, к чему это всё закончится. Закончится тем, что у нас вообще сотрудничество к какому-то минимуму сведётся. Это особое мнение Дмитрия Гудкова. Сейчас прервёмся буквально на пару минут и вернёмся в эту студию. Я не нашёл в 1С счёт, который вы должны были выставить две недели назад. Где он? Есть моменты, которые могут испортить долгожданный отпуск сразу и безвозвратно. Но решение есть. 1С предприятие от HostX через интернет. Доступ к вашей программе 1С предприятие с любого устройства и из любой точки мира. Да вот же он, Виктор Иванович. От 18 мая. Точно, я не заметил. Ладно, приятного отдыха. Работайте из отпуска, офиса, дома. Работайте в единой базе 1С. Попробуйте две недели бесплатно. HostX. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». 17 часов и 20 минут в Москве. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Оксана Чиш. «Особое мнение», напоминаю, представляет депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Плюс 7, 9, 8, 5, 9, 70, 45, 45. Телефон для ваших вопросов. Не забывайте, твиттер-аккаунт вызван. И хочу вам задать вопрос от Ильи, потому что мы уже коснулись и Сирии, и Украины одновременно. Вопрос у него вот какой. Какую, на ваш взгляд, можно провести аналогию с военной компанией в Сирии? С афганистанской или с вьетнамской? Есть ли шанс, что сирийская компания сведет на нет конфликт в Донбассе? Ну, во-первых, есть внутриполитические цели. То есть, действительно, внимание от Украины теперь переключено на Сирию. Это первое. С другой стороны, мне кажется, что скоро все-таки наше участие в этой операции будет приостановлено. Что-то мне интуиция подсказывает. Она будет приостановлена с каким сценарием? Мы всех победили? Нет, не победили. Во-первых, идет эскалация конфликта с Западом. Я так понимаю, что это невыгодно российской политической элите. И если мы даже возьмем речь Владимира Путина в ООН, все-таки она была, хоть, может быть, и не сильно дипломатическая, но такая она была примирительная. Вот. Я на самом деле увидел... Вам так показалось? Мне так показалось, да. Могло бы быть хуже просто. Я так понимаю, что, наверное, российские власти пытались разыграть эту сирийскую карту для того, чтобы, например, выторговать отмену санкций, предположим, каких-то. Плюс сейчас действительно высокий риск увязывать в этом конфликте без какой-либо выгоды. Потому что это будет, ну, понятно, должна быть наземная операция для того, чтобы как-то там изменить ситуацию в регионе. Не уверен, что россияне вообще это поддержат. Это первое. Второе. Мы рискуем втянуться в серьезный межрелигиозный конфликт. И третье. Весь регион, по-моему, продемонстрировал, что не хотят они дальше терпеть осаду. И мне кажется, что риски получить какие-то, нажить новые проблемы гораздо выше, чем как-то, в общем-то, выйти из этой ситуации и дальше уже не защищать своих, как обычно это делает наше руководство. Поэтому мне кажется, что все-таки Россия не будет дальше участвовать в этом конфликте. И даже сегодняшнее заявление Лаврова что-то говорит, что, наверное, концепция поменялась. Мы обиделись. Нет, слушайте, ну когда здесь волновали кого-то? Ну, плюс встреча с саудитами же была. Я думаю, что наверняка там был серьезный разговор. Наверняка там было заявлено о том, что могут они как-то повлиять на стоимость цены на нефть. Наверняка. Плюс мы же видим, какая реакция мирового сообщества. Еще здесь доклад по Боингу. И все это, в общем-то, создает очень плохой фон. Ну, что касается страхов за эскалацию отношений с Западом, так предыдущий конфликт показал, что никто этого особенно не боится. Что касается того, что здесь кто-то не поддержит какие-то действия Российской Федерации, так опять-таки предыдущие несколько лет показали, что, кажется, там наверху Российской Федерации не очень важно поддерживать кто-нибудь визу или нет. Это просто попытка делать мину хорошую при плохой игре. Вы же видите, что происходит с банковским сектом, с бизнесом, с крупными компаниями. Они сегодня лишены возможности и доступа к кредитным ресурсам. Сейчас мы фактически проедаем накопленные резервы. Насколько этих денег хватит? Ну, по разным оценкам, на год, на два. А дальше как мы будем жить? Вот как мы будем жить без инвестиций? Как мы будем жить без западных технологий в условиях санкций? Тем более, сегодня одни санкции, а завтра они могут быть другими. Плюс падает потребление российских нефтегазов и так далее. То есть, мы на самом деле входим в серьезный экономический кризис. Как-то это звучит так, как будто разума там не было, не было, а теперь он решил зайти туда и немножко пожить, и немножко поруководить поступками. Ну, сначала же все смеялись над эскандерами, да, ведь ходили в майках с соответствующими надписями. Сейчас, видимо, поняли, потому что ситуация серьезная. Цена на нефть, она не поднимается выше 50 долларов за мораль, как мы видим. У нас большие проблемы в регионах. Вот Зубаревич, послушайте, она вам расскажет. Такие проблемы в регионах, такие долги, там, задерживают уже зарплаты. Это только начало. У нас еще пока есть резервы, которых еще хватит, я повторяю, на полтора-два года. Что касается проблем не экономических, а проблем безопасности. Вот на днях ФСБ отчиталось о предотвращенном теракте, задержании нескольких человек, которые, как говорят, ФСБ готовили теракт на общественном транспорте. Более того, кто-то из них проходил обучение в Сирии. Вопрос к вам от нашего слушателя. А участятся ли попытки террористических актов в России в связи с активностью в Сирии? Или здесь все-таки прямой такой корреляции-то и нет? Нет, как раз самая прямая корреляция есть. Потому что, если мы погрязнем в этом конфликте, то, значит, надо ждать ответ на каких-то действий. Я не уверен, что наша правоохранительная система, которая в последнее время у нас занимается только оппозицией почему-то, вместо своих прямых обязанностей, способна защитить нас от террористических актов. Тем более, у нас в Волгограде не так давно были эти теракты. И у нас не решены вопросы коррупции. У нас нет никакого парламентского общественного контроля за деятельностью правоохранительных органов. Поэтому это вот тоже один из основных рисков. Кстати, как раз про парламентский контроль-то вас тоже спрашивают. Отчитываются ли эти самые правоохранительные органы о террористической опасности в Госдуме с какой-то периодичностью или нет? Не отчитываются. Более того, в Государственной Думе даже не обсуждалась военная операция в Сирии. Вы можете себе представить, что парламентарии даже не знают сейчас, закончится ли эта операция, обсуждается ли где-то с кем-то, что будет дальше, будем ли мы бомбить другие какие-то территории? Вы можете себе представить, чтобы в цивилизованной стране, в парламенте не обсуждались такие важные... Ну, парламент, как такое впечатление, всё устраивает. Нет никаких запросов, нет никаких требований, придите в Госдуму, объяснитесь. Я запрос направлял по Сирии и по Украине. Я вас уверяю, что большинство депутатов сильно обеспокоено. Другое дело, что у нас парламент не место просто для дискуссии, поэтому там это не обсуждается. И вот жить тоже в состоянии неопределённости сложно. Все же прекрасно понимают, чем это может закончиться. По поводу парламента не место для дискуссии. У вас, вот вчера многие СМИ писали про совместный законопроект вас и экспертов Кудринского комитета гражданских инициатив, как раз по меняющим порядок выборов в Государственную Думу. Я искренне попыталась понять его логику, но у меня не очень получилось по-дилетантским моим умом. Да, это очень сложная система, которую просто объяснить невозможно. Но я постараюсь всё-таки. Это связанная, смешанная система с многомандатными округами. В общем-то, это немецкий опыт, который мы, конечно, адаптировали под российские условия. Основная цель сделать так, чтобы обеспечить именно то представительство в Государственной Думе, которое соответствует реальному политическому раскладу и настроениям в обществе. Грубо говоря. В округе живёт 18 коммунистов и больше, чем... Нет, другими словами, вот партия, условно, А, имеет 35% поддержки, соответственно, она должна получить 35% мандатов. В российских условиях у нас Единая Россия при 40% поддержки получает 90% мандатов. Ну, в разных регионах. Как это происходит? Это происходит за счёт того, что складываются голоса, вернее, мандаты, которые партия получает по спискам, с мандатами, которые партия получает по одномандатным округам. А в одномандатных округах всегда побеждает административный ресурс. И вот у нас, например, в 2009 году Единая Россия в Москве получила 60%, ну, с лишним, да? А в Московской городской думе было 94% мандатов у Единой России, только два депутата от КПРФ. Больше вообще никого не было. Вот как раз связана смешанная система, она эту проблему решает. Когда голоса одномандатников и списочников, мандаты, точнее, не суммируются. То есть, одномандатники замещают списочников фактически. Грубо говоря, если партия получила по списку, допустим, 100 мандатов и провела 50 одномандатников, то у неё будет в Думе 100 мандатов. Потому что 50 одномандатников занимают места... Да, просто первые 50 мандатов уходят одномандатникам, соответственно, всё остальное достаётся списочникам. Это вот что касается смешанной связанной системы. Теперь дальше. Мы предлагаем многомандатные округа. У нас, допустим, есть 30 регионов, где население меньше, чем 500 тысяч избирателей. Соответственно, там могут быть только одномандатные округа. Потому что регионы мы не можем объединять. Значит, по нашей системе получается 30 одномандатных округов вот в этих регионах. Все остальные делятся на двух- и трёхмандатные. То есть, для чего это нужно? Предположим, мы берём какой-нибудь округ, где действительно идёт конкуренция между разными кандидатами. Допустим, три сильных кандидата. Они набирают в среднем по 30%. Сохраним интригу. Они набирают по 30%. Сейчас новости и продолжим. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». 17 часов 34 минуты. Это программа «Особое мнение». Напоминаю, особое мнение сегодня представляет депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Мы прервались на новости на одном из положений законопроекта о, ну как бы это назвать, либерализации, что ли, выборов в Государственную Думу, упрощении выборов. Создание нормальной, справедливой системы распределения голосов и мандатов по образцу немецкой системы. Итак, регионы. Да. Соответственно, мы предлагаем многомандатные округа. В тех регионах, где действительно можно создать эти округа, исходя из количества проживающих там избирателей. Для чего нужны многомандатные округа? Потому что в одномандатных округах всегда побеждает, очень часто побеждает административный ресурс. То есть, если у вас есть деньги, СМИ и так далее, поддержка бюджетников, ну это считайте, что у вас уже на старте есть 20%. И выиграть у административного ресурса очень сложно. Бывают какие-то единичные случаи, очень редко, когда какие-то независимые кандидаты проходят. Или, например, в округ, где состязаются три сильных кандидата, они получают в среднем по 30%, 31, 30, 29, проходит первый. То есть, 31% представлен в Думе, а 69% не представлен. При трехмандатном округе все 90% избирателей имеют представительство. Это достаточно справедливая схема. Она, кстати, в Москве на муниципальном уровне работает. Максим Кацтин, по-моему, третьим номером прошел, стал депутатом. Вот ту же самую схему мы предлагаем на выборы в Госдуму. Совершенно очевидно, что даже если будет власть использовать административный ресурс, все равно вторым или третьим номером пройдут независимые кандидаты, яркие, сильные кандидаты, которых просто попытаются срезать именно этим ресурсом административным. А что за история с залогом вместо сбора подписей? Мы предлагаем залог, который позволит избежать вот этих проблем, с которыми столкнулся и Парнас, и Гражданская инициатива на региональных выборах. Когда не сдали нормальные подписи, а по каким-то там надуманным основаниям им отказали в регистрации. Соответственно, как это было до, по-моему, 2006 года, ну, до 2003 это использовалось, когда кандидат понимает, что его могут снять, потому что он независимый кандидат, потому что власть не хочет, чтобы он принимал участие в выборах, боится, что он победит. Этот кандидат всегда страховался, вносил избирательный залог, которому возвращался в случае, если он преодолевал 3%. Собственно, мы этот принцип и возвращаем. Этот залог, ну, мы сейчас предлагаем для кандидата в одномандатном округе миллион рублей. Это примерно в два раза больше, чем стоимость, скажем, работы по сбору подписей. Ну, это как-то вот так звучит, как будто я могу себе купить право участвовать в выборах. Слушайте, у вас вообще по Конституции есть право участвовать в выборах. Ну, правильно, без, не имея на руках, реально поддержки людей, которые там готовы за меня подписи поставить. Вы этим не откроете, случайно, ящик Пандоры для кучи кандидатов, которые просто будут заваливать деньгами все? А вы думаете, что сейчас кандидаты не заваливают деньгами? А то у нас в Думе сидят бедные люди. Или в каких-то региональных парламентах у нас бедные люди. Нет, вы просто дадите возможность оппозиции принимать участие в выборах, и все. Если у этой оппозиции нет никакой поддержки электоральной, ну, отлично, значит, она поучаствует и ничего не наберет. Не потеряет эти деньги. Поэтому, если, грубо говоря, мы хотим, чтобы были выборы конкурентными, нужно решить проблему с допуском партии независимых кандидатов к выборам. Ну, как вы это еще сделаете по-другому? Вот про подписи. Партии там, гражданские инициативы и Парнас, вы же видели, собрали необходимое количество подписей. Например, в Калуге не зарегистрировали и не приняли подписи, которые собрал сборщик, у которого в паспорте не был указан какой-то там район. А, например, в базе данных у него адрес вместе с районом был прописан. Но нотариус не может заверять вам документ. Потому что там отсутствует часть адреса, фактически. Потому что он вам может заверить только тот документ, который вы ему принесли. И вот просто банальное несовпадение. Информация в базе и в паспорте. Все, подписи признаются недействительными. И по этим основаниям партию не пустили. Ну, ведь глобально, на самом деле, все разбивается о две вещи. Вещь первая. Вся эта прекрасная система пробуксовывает в ситуации, когда существует неравный доступ кандидатов, например, к информационным ресурсам. А во-вторых, существуют, ну, скажем так, не вполне честно работающие правоохранительные органы, не вполне честно работающий подсчет голосов. Ну, нет, я как бы намек понял. Конечно, дело не выбор в Государственной Думе. Вообще, если идти дальше, то нам нужно вообще политическую систему менять. И вообще сторонних республики. Я считаю, что нам нужно ограничивать роль президента. Это в Конституции нужно сделать. Нам нужно дать больше полномочий парламенту. Нам нужно создать независимую судебную систему и провести реформу разделения власти. Конечно, начинать надо с этого. Но в данной ситуации мы подготовили хотя бы хороший закон о выборах Госдумы. У меня нет никаких иллюзий относительно судьбы этого документа до 2016 года. Но все равно когда-нибудь демократическая волна придет. Сто процентов. И у нас всегда перемена наступает неожиданно. Как зима, например, для наших коммунальных служб. А что может произойти в 2016 году? Может быть, в 2017 году произойдет. Кризис будет. Я не знаю. Что-то произойдет. Черный лебедь прилетит. Поверьте. В ближайший год. Ну, почему в ближайший год? Мы же работаем над будущее. В 2016 году жизнь не останавливается. А этот закон будет в любом случае рано или поздно востребован. Потому что он создает нормальные условия для политической конкуренции. Когда-нибудь наступит момент, когда произойдет раскол элит. И тогда элита будет заинтересована в том, чтобы эта конкуренция была не на кулуарном уровне, а на уровне на публичном. Вот тогда этот закон нужен будет в том числе и элитам. Фактически вы его пишете впрок. Я его пишу на будущее, да. Потому что когда наступит перемена, там нужно очень быстро будет принимать решения. А вот мы целый год вместе с лучшими экспертами готовили. Например, Аркадий Любарев, который готовил избирательный кодекс еще давным-давно. То есть, один из лучших экспертов вообще в области избирательного права. Эксперты Комитета гражданских инициатив нам в этом помогали. Это была большая работа, серьезная. Мы изучали опыт Германии, мы изучали опыт Франции. То есть, это не просто мы для пиара написали. Это 500-страничный документ. Вот он готов. Туда можно там, хотите, добавим блоки, хотите, там, изменим барьер с 3% до 5% можно поднять. Но это уже дискуссия, это уже детали. Но главное, что мы создали документ, который можно принимать, и можно уже завтра менять систему выборов в Государственную Думу. И она будет, поверьте, справедливой будет. Здесь самое главное, это не против партии власти, и это не в защиту оппозиции. Это система, которая позволяет сформировать Думу так, как хотят граждане. Вот хотят они, чтобы было там 20% или 30% Единой России, значит, так и должно быть. А граждане вообще еще чего-нибудь хотят? Вот стало известно то, что готовится новая оппозиционная акция «Марш перемен». Я просто, мне кажется, что «Марш перемен» настолько абстрактная формулировка, но дело даже не в конкретной акции, а в том, готов ли сейчас кто-то на них выходить. Ну, посмотрим. Посмотрим. Может быть, и готовы. Запрос-то есть сейчас, наверное? Я думаю, что сейчас, конечно, после выборов, в том числе и в Костроме, наверное, деморализованы многие люди. Но, мне кажется, сейчас надо собраться, потому что впереди 2016 год, и я прекрасно понимаю, что, наверное, и не пустят никакую демократическую партию. Но есть одномандатная округа, есть Москва, есть Питер, где, мне кажется, у демократических лидеров есть шансы все-таки поучаствовать в одномандатных округах. Вот смотрите, даже 5%, если набирать партию, она получает всего 12 мандатов. У нас в Москве 16, по-моему, одномандатных округов с учетом новой Москвы. Вот, пожалуйста, надо сейчас уже создавать команды, формировать штабы, искать финансирование, уже работать по местной проблематике. Мне кажется, нужно формировать повестку для того, чтобы в Следующей Думе не я один был, а чтобы была группа какая-то. Конечно же, желательно, чтобы была фракция, потому что это тогда полноценная трибуна, которая дает возможность выступать по всем законопроектам, которая дает возможность формировать определенную атмосферу в обществе, в парламенте, влиять на какие-то решения. Но вот я один, мне сложно на что-то влиять, у меня даже нет возможности выступить по каким-то ключевым законам, потому что очень часто дают возможность по одному выступлению от фракции. Соответственно, поскольку меня «Справедливая Россия» исключили, я и не могу выступить. Если мы хотим как-то влиять, ну, надо потихонечку влиять, надо увеличивать это представительство, надо работать с людьми уже сейчас. Сейчас спустимся от идеалов на материальную основу, потому что есть несколько вопросов и на сайте, и в СМС-сообщениях к вам приходят. Конечно, по поводу новости, за которую многие уцепились, это увеличение расходов на Государственную Думу, которая следует из бюджета. Уже опровергли эту информацию. Не четверть? Да, руководитель аппарата Думы опроверг информацию о том, что такие планы вообще есть. А как же компенсация депутатам, которые не изберутся, это же откуда-то надо брать? Нет, это другая тема. Вы, наверное, сейчас хотите обсудить тему, вчерашнюю новость о том, что Государственная Дума увеличит зарплату аппарат. А, аппарат, так. Да, вот это уже опроверженная информация. Ну, а увеличение расходов на вообще работу Государственной Думы на четверть с учетом компенсации, в том числе, тем депутатам, которые не изберутся, ведь не опровергали? Ну, так это просто не вчерашняя новость. Это новость еще прошлая. Эти решения были приняты. На четверть повысит расходы? Ну, я не знаю, на четверть или не на четверть. Ну, вопрос в том, что если вы просто посмотрите в бюджет Думы, то там большое количество расходов уходит на ремонт здания, там уходят на какие-то там бизнес-классы для депутатов. Вот я бы на этом вообще сэкономил. У нас там что происходит со зданием Госдумы, ну, была как-то, да. Ну, приходите в сентябре или летом. Меня очень впечатлило окошко для сдачи оружия. Вот там у вас есть одно из. Ну, вот видите, вы даже больше меня знаете. Ну, вот каждое лето какой-то ремонт проходит. То двери меняют, то паркет меняют, то еще что-то. Вот я бы вообще на этом сэкономил. То есть, у вас там депутаты в ярости двери расколачивают? Что происходит? Это происходит решением, видимо, руководства Думы и аппарата Государственной Думы. Я не знаю, зачем. Ну, вот смотрите, опять-таки, а чего с малого не начать? Никто не выяснял, на что тратятся деньги в Государственной Думе. В общем, деньги тоже федеральные. Что вы меня-то спрашиваете, как будто я спикер Госдумы и контролирую все процессы. Нет, вы ее депутат. Да, я ее депутат. Я независимый депутат, независимый, от которого мало чего зависит. Поэтому я готов только вас поддержать и согласиться с вами, но, к сожалению, я не могу на эти вопросы повлиять. По поводу, что зависит, а что не зависит, по поводу вообще планов в 2016 году, это ведь, если серьезно говорить о том, что должна быть какая-то группа депутатов и так далее, ведь надо с кем-то тогда объединяться в демократических силах. А это реально сейчас? Надо даже не объединяться. А создавать какое-то мегаполе. Минимум нам нужно договориться о том, кто где пойдет, в каких одномандатных округах, кто вообще хочет идти. Чтобы не было такого, как в Костроме, когда представители близких по духу, по взглядам, по идеологии партии идут по одному округу. Это как минимум. Я думаю, это не так сложно, потому что, мне кажется, кандидатов по одномандатным округам на Госдуму, которые способны собрать какой-то ресурс, принять участие и имеют шансы на победу, их можно посчитать, не знаю, по пальцам одной или двух рук максимум, мне кажется. Поэтому здесь не должно возникнуть никаких проблем. Конечно, как минимум. Спасибо большое. А если удастся сформировать список партнеров, то вообще будет замечательно. Но только этим уже ведь надо заниматься, чего уже 2015-й. Надо. Я готов. Дмитрий Бутков, его особое мнение. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.